Ну а художники всего мира работают над другим городским трендом. Люди искусства хотят вернуть народ на улицы. Ту же идею преследует и алматинский арт-бат-фест. Девятый арт-бат-фест собрал арт-экспертов со всего света. На протяжении шести дней был настоящий выставочный марафон. Центральная тема – вода. Потому отдельным пространством для творчества стала река Исентай, на которой сосредоточились десять инсталляций. Сейчас все усилия города, как вы видите, нацелены на то, чтобы вернуть горожан на улицы города. Искусство привносит смыслы в пространство города, над которыми было бы интересно поразмышлять. Все объекты паблик-арта можно будет увидеть до 16 сентября. Прежде чем работать над, казалось бы, непонятными конструкциями, команда художников проделала серьезный анализ алматинских ресурсов. Например, французский архитектор Симон Жакмин установил водную мельницу, благодаря которой из шарманки звучит Эдит Пиаф. И это не только, чтобы развлечь горожан, но и донести важный месседж. У вас очень много воды, она повсюду. Это ведь ресурс. У меня в отеле крутился такой же вентилятор, потребляя огромное количество электроэнергии. И я подумал, можно освежиться вот таким естественным путем, не затрачивая лишние ресурсы. Ивет Вашуркова, архитектор из Чехии, задумалась со своей командой о другом. Мы провели ресерч 200 городов всего мира. На каждой бутылке справка о том, сколько тому или иному городу нужно времени, чтобы добыть один кубометр воды. Например, Алматы для этого понадобится 16 минут, Москва это делает всего за 6 минут. Для сравнения, у Сантьяго показатель полтора часа. Ивет также отметила, что практически всей водой мира владеют две глобальные компании, а наш регион, благо, не порабощен. И очень важно сохранить эту независимость. И такими вот бутылочками можно привлечь внимание политиков и общественников, иначе подорожает каждый глоток.